Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору, книга Мишли, притча царя Соломона. Идет трансляция из Иерусалима. Кто не знает, меня зовут Ицкак Пентусевич. Я преподаватель, преподаватель. Учусь и обучаю. Всему, чему учусь, всему тому и обучаю. Вот у меня такая жизнь. Очень люблю учиться и передавать свои знания. И вот уже второй цикл мы заканчиваем книгу Мишли. Второй раз мы ее по кругу уже учим. И я считаю, надо ее изучать всю жизнь. Потому что важнее, чем притчи царя Соломона, я книги ни одной в жизни не встречал. Тора даже. Тора это пятикнижие, то, что Машера Бейно. То, что называется письменная Тора, это, конечно, важнее. Потому что одно из правил веры, что Машера Бейно был пророк всех пророков. И Тора, это письменная Тора, вот пятикнижие, то, что Машера Бейно записал. Вообще всю Тору мы получили через него. И это, естественно, важнее всего. Это фундамент всего. Но царь Соломон, Шлома Амеллах, он был мудрейший из людей. За всю историю он был второй по мудрости после Машера Бейно, после Моисея. И в его книгах Мишли и Экклезиаст Коэлит скрыто, вернее, не скрыто, наоборот, раскрыто, максимально раскрыто. Его цель была максимально раскрыть конкретные правила поведения человека в этом мире. То есть, вот что делать, как делать, зачем делать, почему делать. То есть, не заповеди. Он не говорит о заповедях, как о конкретных действиях, которые надо делать, или о запретах, которые делать не надо. А он объясняет нам, почему их надо делать, что тебе мешает делать, для чего ты делаешь эти заповеди, как складывается жизнь, когда ты их делаешь, как складывается жизнь, когда ты их не делаешь. И все, что между заповедями, вот между заповедями, это человеческие качества, это отношение человека с собой, с миром, с людьми, все это здесь есть в притчах, и поэтому мы их изучаем уже второй цикл, будем и третий изучать, пока все не запомним, потому что смысл же в изучении не в том, чтобы услышать и понять, да, всем шалом, а смысл в изучении это чтобы понять, запомнить и применить. А это я по себе чувствую, задача намного сложнее, чем просто понять, и чем ты больше запоминаешь, тем больше тебе раскрывается каждая следующая идея, она тебе раскрывается намного больше, глубже и сильнее. Хорошо, значит, шавуату всем, кто знает, что это такое хорошая неделя, кто не знает, вчера был шаббат, и началась сегодня новая неделя, и новая неделя у нас начинается с 24-го отрывка. Значит, я люблю всегда связывать это с предыдущим, чтобы был понятен переход, прошлый отрывок был 23-й, шумер пиво лошино, шумер мецер рот навшо, тот, кто сохраняет свой рот и свой язык, сохраняет от страдания, от неприятности свою душу. То есть мы видим и мы знаем, что речь человека, то, что он думает, то, что он говорит про себя, это же тоже как разговор, и то, что он говорит вслух, это является для человека определяющим параметром всей его жизни. И тот, кто бережно относится к своей речи, он охраняет свою душу. То есть языком можно себя уничтожить, языком можно себя спасти, языком можно поговорить с Богом, языком можно, все можно языком. Теперь 24-й отрывок, сегодня мы изучаем, говорит нам царь Соломон. Зет яир летс шмо, осе беврат задон. Значит, переводится это так дословно. Зет это, зет, само слово, мезит, зет это, когда человек делает что-то намеренно. Намеренно и когда вот этот вот зет, он вообще бемезит, вот есть, когда ты нарушаешь что-то, есть статус, когда ты не знаешь и ты нарушаешь, а есть статус, когда ты знаешь и делаешь осознанно. Так этот, вот этот Z это тот, кто нарушает заповеди осознанно. Z это тот, кто такой злодей осознанный. И как говорит нам царь Соломон, вот этот Z осознанный злодей, Яир, когда он еще и гордится своим злодейством, то есть он такой гордый, надменный, Летс Шмо, ему название насмешник или кощунствующий, вот так переводят, такое слово редкое, но вот я знаю, на русский переводят кощунствующий. Значит, сейчас мы разберемся с этим надменным злодеем, имя которому кощунствующий. И он делает, он делает вот эти вот свои грехи, да, нарушения, он их делает осознанно, то есть он, он прямо такой источник зла. Давайте рассмотрим. Есть такие люди, есть такие люди, которые злодеи и они осознанно грешат, да. Была такая, например, после революции в России, да, была Евсекция, это называлась Еврейская Секция Коммунистической Партии. Возглавлял эту Евсекцию человек, которого звали, сейчас не помню, как его звали, но он был, он учился в Яшиве, и он потом ушел из Яшивы, и он после того, как он ушел из Яшивы, он возглавлял войну против религии в бывшем Советском Союзе. Он был конкретно религиозный по воспитанию, по образованию, но он прямо был такой воин против религии, да. Теперь он осознанно, то есть он вначале все изучил, а потом он осознанно против этого выступил. Или, например, был во времена, когда во Франции сожгли все Талмуды, это был, по-моему, 12 или 13 век, всю эту историю возглавлял еврей, который был религиозный вначале, потом он стал монахом, принял христианство, и он мстил евреям, что-то у него была какая-то история, была связана с еврейскими раввинами, и он им просто реально мстил, и он добился того, что вынесли решение и сжигали во Франции Талмуды, прямо сожгли десятки тысяч, тогда еще было в 12 веке, руками их писали, были только свитки, и вот он полностью возглавил войну против Бога, против религии, против Торы. Значит, говорит нам царь Соломон 3000 лет назад он это, Димонштейн его звали, Влад Косов, спасибо. Вот этого вот, который возглавлял Евсекцию, коммунистическая партия, его фамилия была Димонштейн, и потом его расстреляли, коммунисты его расстреляли, у него был очень соответствующий конец. Теперь, значит, еще раз, когда человек грешит, есть грех неосознанный. Есть грех неосознанный, он не понимает, что он грешит, вот он просто, ну не понимает, его воспитали пионером. Это называется тенокши-нишба, это называется статус Маугли, то есть он Маугли, его воспитывали, Маугли воспитывали волки, а его воспитывали комсомольцы и коммунисты. Его так воспитали, то есть, Бог знает, что он, в принципе, не виноват. У него были все, он всегда хотел, как хорошо. Но Павлику Морозову объяснили, что хорошо это, если твой папа не идет по коммунистической партии, его надо настучать на него и казнить. Теперь, значит, таких людей это называется грешник по незнанию. Он не знает, он, как сказать, неосознанный. То есть, ему дали правила, сказали, вот это добро, это зло, и он, значит, идет по этой системе. Теперь грешник осознанный, он изучил Тору, он во все это верил. А потом он говорит, а вот сейчас я пойду и буду воевать с Богом. Да, я знаю, как все работает, я знаю, что есть Бог, но я буду воевать с Богом. Это называется осознанный грешник. Теперь, когда он гордый, гордость это качество, которое усиливает любую идею. Вот есть у человека какая-то идея, да? Обычный человек, он не гордый, он такой, ну, что я, кто я? Один из восьми, там, девяти, сейчас уже миллиардов людей, песчинка в мироздании. То есть, поколение приходит, поколение уходит. Кто я вообще со своими какими-то идеями? Это обычный человек так думает. Что думает гордец? Гордец думает, я, да я самый крутой, вообще я, весь мир должен жить, как я хочу. И тогда получается, что если человек грешит осознанно, это одно, а когда он гордец, то гордость, она его прям раз, как, вот, есть метафора, что такое гордость, в Песах мы не едим квасное. То есть, представьте себе, вот было зерно, потом мы зерно помололи, получилась мука. Потом мы эту муку смешали с водой и положили в печку. Получилась маца, твердый такой хлеб. А если мы туда бросим дрожжи, то он разбухает. Он разбухает, получается, квасное. И вот гордость, она дает человеку вот это разбухание. Он такой разбухает, разбухает, разбухает. И такой он смотрит на весь мир. Я самый главный, и то, что я думаю, это самое главное. И тогда, говорит нам царь Соломон, имя у такого грешника осознанного, если он разбух от своей гордости, кощунствующий насмешник, и тогда у него нет шанса вернуться. Потому что, если он не гордый, то он готов еще услышать другое мнение. Если он гордый, он другое мнение не слышит. А если он стал насмешником, он будет над всем насмехаться, над всеми людьми, над другими мнениями, и оп, все, у него шанса вернуться к Богу нет. То есть, все, конченый человек. У Себе врат задон. И он начинает делать тогда вот эти вот преступления свои, осознанные грехи, он начинает их делать осознанно и старается как можно больше людей привести к козлу и к осознанному греху. Представляете? Вот есть такие люди, да, есть такие люди. Дальше. Теперь, то есть мы, царь Соломон нам сообщил, что есть реальные грешники, которые осознанно выступают против Бога. И они же, вот я вспомнил интересная такая деталь, небольшая. Я видел заголовок новостей сегодня. В Израиле есть какой-то министр, министр, по-моему, даже внутренних дел или внутренней безопасности. Он живет с мужчиной, официально живет с мужчиной, это его муж. Мужчина его муж, вот так вот. И он как бы совершенно живет с ним, не скрываясь. И этот его муж написал какую-то статью, а против него выступила какая-то женщина, которая из семьи издателя газеты, сестра издателя газеты «Идиота Хронот», ну, центральная газета в Израиле, да. И они начали публично друг с другом ругаться, она говорит, ну, против одного плохо, он против нее. И они начали друг друга публично оскорблять. То есть они как бы, это люди, которые занимают высшее, высшее на сегодня, ну, как бы, влияние на, в Израиле, да, на СМИ, средства массовой информации, политика государства. То есть, ну, они вообще, как бы, то, что они нерелигиозные, то, что они против Бога, выступают, сейчас профессор, профессор вот этот, который выступает за то, чтобы не было вот этого ковида, да, он выступает сейчас против Хайма Каневского, который, ну, высший, высший вообще раввин, который сейчас есть. Так интересно, знаете, вот, когда был министр здравоохранения, был Лицман, Лицман, он был, он был гурский хасид, хасид такой в меховой шапке, все. В Израиле вообще было на одном из первых мест в мире по заболеваемости, что не было больных, все было отлично. Сняли этого Лицмана, говорят, что этот религиозный понимает вообще, ничего он не понимает, поставили профессора главным в Израиле по ковиду. Сейчас первое место в мире по заболеваемости на душу населения, представьте себе. И вот после этого надо понимать, что все, что в мире происходит, всему из духовные корни. И какой бы ни был человек умный, как ему кажется, но если он идет против Бога, у него нету шансов вообще, нет никаких шансов преуспеть. И вот самое плохое, когда те, кто идут против Бога, они становятся такими гордыми, надменными, и они начинают продвигать свою точку зрения очень, очень так прямо ярко. Хорошо. 25-й отрывок. 25-й отрывок нам, царь Соломон, еще нам он добавляет понимание, что происходит с грешниками. И как вообще эта вся система происходит, когда люди идут против Бога и против Торы, против заповедей. Значит, 25-й отрывок говорит нам, царь Соломон, следующая вещь. Таават ацель тамитену ти маану ядавля асот. Значит, он говорит так, что есть причины для греха, их несколько. Но главная, самая распространенная причина для греха, это вожделение. Вожделение это когда человек хочет тех вещей, которые запрещены. И он не может, этот человек, он не может, тот, кто вожделеет, ему нужно все время преодолевать свое животное начало. А представьте себе, вот это же началось еще с самого начала, был Адам Решон, первый человек. У него была жена Хава. Теперь, когда Бог запретил ему брать от плода дерево познание добра и зла и кушать от него, потом появился змей. Змей-то метафора вот этого злого начала и злого начала в человеке. И он ей говорит, женщине, посмотри, говорит, какой плод хороший. И написано, она на него посмотрела, и она захотела скушать этот плод. То есть, он ей показался очень приятным на вид, и он ей показался очень полезным на вкус. Так она на него посмотрела, и она его все-таки съела. В этом весь смысл нарушения заповеди Всевышнего. То есть, человек смотрит, он хочет, он это вожделеет. А кто ему сказал? Адам Решону, первому человеку, ему сказал Бог напрямую. Адам Решон был пророк, ему Бог сказал, что можно, что нельзя, он точно знал, что есть добро, что есть зло. Теперь, что эта женщина сделала? Она же не видела, ей сказал Адам Решон. Это как устная тора. Ведь мы же все услышали не от Бога о заповедях, а мы услышали о заповедях от кого-то. Это как первый человек услышал от Бога, и он жене передал словами, это делай, это не делай. Она посмотрела, и ей захотелось. И она видит, что яблоко, ну это не было яблоко, это был плод, что он вожделенный, его хочется этот плод. И она подумала, ну сказал он, мало ли он сказал, а тут у меня внутри мой внутренний голос, интуиция женская подсказывает, что можно его скушать. Что Адам что-то он, что-то он напутал, видно, он же ошибся, что-то он не так сказал. Что вообще эта устная тора, эти мудрецы, они мудрецы, я мудрец. Вот так примерно, вот так примерно происходит обычно нарушение всех заповедей. Хочу, а дальше человек себе начинает искать объяснение, почему можно. Теперь, значит, это на иврите слово называется вожделение. Вожделение, это когда человек что-то хочет. Теперь у обычного человека вожделение вызывает действие, да? Вернее, не так. Глаза видят, сердце хочет, рутиноди делают. Но нам же Бог сказал, два раза в день мы повторяем, лото туру, не следуйте, ахарей левавкем, вахарейны хем. Не следуйте, влекомые вашими сердцами, вашими желаниями и вашими глазами. Не следуйте за хочу и то, что у тебя сердце говорит хочу. Запрещено за этим следовать. Теперь, три стадии. Цадик, он хочет и не делает, потому что он верит, что Бог сказал, это можно, это нельзя. Злодей по вожделению, грешник по вожделению, он хочет, он знает, что это нельзя, он делает, но он говорит, я нарушаю, но не могу, вот такое я животное, я грешник по вожделению. Третья категория, грешник, стептик, Ивэль, он говорит, а кто сказал, что это можно делать? Он, кто сказал, а я сказал, что все по-другому. И грешник, стептик, он выдумывает свои какие-то правила, и он грешит осознанно, и он идет против Бога, и он еще всех втаскивает в грех. Есть четвертая категория, четвертая категория, о которой говорит царь Соломон в 25-м отрывке. Он говорит, есть еще категория, которая называется ацель, ленивец. Ленивый человек, иногда, видите, хорошо быть ленивым. Ленивый, он хочет грешить, но он не делает, ему лень. Он настолько ленивый, что ему даже грешить лень. Он лежит себе на диване просто, и он ничего не делает. Он просто, вот ему все. Теперь говорит нам царь Соломон про эту четвертую категорию в 25-м отрывке. Таават ацель, вожделение, вожделение ленивого, оно его убивает. Ти-ма-ану-я-дав-ля-сот, потому что руки его отказываются действовать. То есть четвертая категория людей, она ленивцы, ленивые, которым даже лень грешить. А почему его тогда вожделение убивают? Потому что его вожделение, он же хочет, он же хочет, а не делает. И не делает он не потому, что он себе сказал, не надо делать, а потому что ему лень, он не может руки-ноги поднять. И его вожделение убивают. Вот такая четвертая категория. Они вначале его вожделения убивают внутренний мир, а потом они убивают его физическое состояние. Теперь, ну интересно, что если бы он, вот этот вот ленивец, он захотел духовные делать вещи, тогда ему бы наступила бы поддержка небес. То есть есть такое очень классное выражение в Торе, что эндавар шахолямотлифныярацон. Нету вещи, которая может устоять перед желанием. И многие говорят, как это? Вот написано, вожделение ленивца его убивает. Значит, есть вещи, которые могут устоять перед желанием. Человек хочет одно, хочет другое, хочет третье. Масса вещей, которые человек хочет, и он их не получает. Я это слышал от Рава Хэшина, Равели Хэшин. Он говорил такую вещь интересную. Имеется в виду не то, что все, что ты хочешь, ты получишь. Нет ни одной вещи внутри тебя, которая может остановить твое желание. И когда человек говорит, я не мог это сделать, Всевышний говорит, нет, я-то знаю, что у тебя в сердце. Ты не мог, ты не хотел. Если бы ты хотел выполнять заповеди, я бы тебе помог. Если бы ты хотел делать, учить Тору, если бы ты хотел быть садиком, я бы тебе помог. Ты просто не хотел. Когда ты говоришь, я не мог, это обычно ложь. Потому что мы знаем точно, что когда человек хочет очиститься, ему с неба помогают. Когда человек хочет запачкаться, ему не мешает. Но это его свобода выбора. Но если человек хочет, по-настоящему хочет и молится Всевышнему, чтобы была помощь в святых делах, в учении Торы, в выполнении заповеди, то Бог обязательно помогает в этих делах. Поэтому главное намерение, главное правильно захотеть, а дальше Бог поможет. Все, сегодняшний вывод. Значит, нужно уметь сразу идентифицировать, отличать злодеев. Кто злодеи, кто идут против Бога. Это факт. Теперь второе. Нужно от них держаться подальше. И третье. Нужно включить свои желания, чтобы двигаться ко Всевышнему, выполнять заповеди. И Бог, прямо мы знаем точно, кто хочет очиститься, ему помогает. Чтобы была у нас во всех поддержка небес, во всех хороших делах. Чтобы Бог помогал нам в выполнении заповедей, в духовном росте. И дал для этого ресурсы. Ресурсы дал нам для этого материальные, здоровье, успехи, счастье. Чтобы все это было ресурсом для того, чтобы вкладывать в приближение ко Всевышнему. И не лото туру. Не следуйте, а хорели вовкем за своими сердцами и за своими глазами. И тот, кто говорит хочу и буду, это идет против Торы. Это идет против Торы. Не хочу и буду, а хочу только одно. Приблизиться ко Всевышнему, а буду делать то, что Бог сказал. И это единственный правильный путь в жизни, который гарантирует хорошее состояние, вечную жизнь, здоровье и счастье. Все, всем удачи, успехов на путях служения ко Всевышнему. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok